В Абхазии впервые красно-пальмовый долгоносик был обнаружен в Цандрипше в 2016 году. Насекомое попало в республику вместе с пальмовыми саженцами, привезенными из Испании. Затем вредитель добрался до Гагры, Питсунды и Сухума. Масштабы ущерба, нанесенного пальмовым долгоносиком, с каждым разом увеличиваются. В 2018 году группа активистов, куда вошли члены различных общественных организаций и экологи, создали группу по экологическим инициативам, которая занималась деятельностью по спасению палем. Эта работа включала в себя сбор средств на покупку пестицидов и лечение деревьев, проведение семинаров по обучению методологии лечения пальмовых насаждений. Наш институт подготовил инструкцию по опробированной методике лечения пальм, которая, в принципе, показала свою эффективность. Эта инструкция была передана в регулирующий государственный орган Госкомитета по экологии, который должен был дальше ее распространить по всем районам. И все районы должны были включиться в эту борьбу активно и так далее. Государство со своей стороны должно было предоставлять пестициды, а люди на местах организовать лечение своих насаждений. Это касается и государственных территорий, муниципальных и частных пансионатов. Однако, как показала практика, не во всех районах были соблюдены инструкции по борьбе с пальмовым долгоносиком. Первые очаги заражения пальмовым долгоносиком в городе Гагра были обнаружены еще в 2018 году. За последний год здесь было срублено 17 больных деревьев. Как отмечают специалисты, такое произошло вследствие того, что лечение пальм в городе Гагра происходило недолжным образом. Всего в Гагрском районе произрастают порядка 2000 крупноствольных пальм. Из них 203 в городе. На сегодняшний день в вырубке подлежат 5 зараженных деревьев. Еще в прошлом году Российская Федерация передала Абхазии почти 2 тонны пестицидов на борьбу с пальмовым долгоносиком. Этого количества химических препаратов хватит и на текущий год. В данной ситуации население тоже должно проявить инициативу и самостоятельно обрабатывать пальмы, произрастающие на частных территориях, отметили экологи. Руководители пансионатов и домов отдыха сообщили, что своими силами следят за состоянием пальм, произрастающих на их территории. Однако этого недостаточно. Нужна централизованная государственная программа по борьбе с вредителями. Создать бригаду, вышку организуем, приезжают со всеми своими лекарствами, провели одно речение, составили схему, график обработки и через сколько прийти в этот же объект. Прозакончили Цандривскую зону, перешли в Гагру. Гагру закончили, дальше и дальше пошли. Пока так не будет конкретного, ничего у нас не получится, разговор разговорами останется. Нужна системная работа, значит, нужна новая техника, раз ее не хватает. Мне кажется, каждая администрация города должна поставить вопрос перед властью, перед государством, перед правительством о необходимости приобретения такого оборудования, такой специализированной техники для проведения системных работ. Заместитель главы Гагрской администрации Гаек Чилингарян сообщил, что руководство района намерено обратиться в правительство с просьбой оказать финансовую помощь на приобретение спецтехники. Мы на этот год что-то заложили, но давайте посмотрим реально на вещи. Только в парке имени Альденбургского и по городу у нас более 450 крупноствольных пальм, которые надо лечить. На этом мы ищем деньги, находим. Но этого тоже не хватает. Это с учетом того, что пестициды нам дают бесплатно. Но рабочим платить надо, надо. Поэтому мы в свое время разработали тарифы, которые должны, если есть коммерческие тарифы, если есть возможность, чтобы организации тоже платили. Понятно, что приобретение спецмашины обойдется государству недешево. Однако, как говорят специалисты, потери вековых пальм, стоимость которых составляет от 10 до 20 тысяч долларов, обойдется дороже. Экологи предупреждают, что если нет предпринятия экстренные меры по спасению деревьев, то велика вероятность, что через 3-4 года Абхазия может и вовсе остаться без пальмовых насаждений.